Добрый вечер. Прошу за небольшое опоздание. У нас образовалась небольшая техническая заминка. Я думаю, что мы ее решим. Но пока начнем в ограниченном составе. Меня зовут Владимир Олегович Беклямишев. Я член правления Российского исторического общества, ведущий координатор проекта Фонда истории Отечества. Со мной на связи пока что двое наших коллег, любезно согласившихся присоединиться к нашей сегодняшней беседе. Это наша коллега из Болгарии, лидер молодежного крыла партии «Альтернатива за болгарское возрождение» доктор Пламена Заячко. Добрый вечер. И наш коллега из Московского государственного университета, заместитель декана факультета политологии Антон Вячеславович Комплеев. Антон Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Олегович. Здравствуйте, Пламена. Я надеюсь, что сейчас к нам присоединятся Даниил Александрович Аникин, тоже представляющий Московский государственный университет, и наш израильский коллега Аарон Ильич Шнейр. Но пока, наверное, я начну сам. Тема нашей беседы – историческая память о Второй мировой войне, ее трансформация. Нужно сказать, что уже в 70-е, 80-е годы в Европе начала выстраиваться определенная культура памяти о Второй мировой войне. Культура памяти, которая сформировалась во второй половине XX века, была основана на том, что немецкие интеллектуалы называли проработкой прошлого. Под понятием проработка подразумевается внимание к темным страницам истории, такой критический патриотизм. Когда темные страницы не замалчиваются, а, напротив, становятся предметом глубокой рефлексии и государства, и общества. Проработка прошлого не сразу стала восприниматься как норма даже в самом германском обществе. Мы поговорим сегодня об этом. Но для Европы в 90-е годы это была, скорее, норма. Когда диалог об истории способствовал сближению стран, страны не скрывали те страницы, которыми гордиться не стоит, а, напротив, обсуждали их с друг другом. По крайней мере, на уровне элит, на уровне историков. Стал популярен формат двухсторонних комиссий историков для обсуждения трудных вопросов прошлого. Сейчас в России создано 12 таких комиссий, двухсторонних, самыми разными странами. Это как раз наследие той культуры памяти, о которой я вам кратко рассказал. Но затем уже с начала 2000-х годов, рубежно здесь может, наверное, считаться 2004 год, когда в состав Европейского Союза вошли сразу несколько стран Восточной Европы, которые к этой культуре памяти, к этой проработке прошлого были не очень привычны, Ситуация начала меняться, меняться драматическим образом. На место диалога пришла такая антагонистическая культура. Вместо проработки прошлого общим местом стали войны памяти, когда ищут не истину, а противника, и свои темные страницы прошлого скрывают, чтобы не показать перед лицом противника уязвимости. Расцвела концепция двух тоталитаризмов. На место Холокоста, как уникального исторического события, о котором говорила вся Европа и которая не сравнивалась ни с чем по масштабу жертв, по трагичности, пришла идея того, что советский режим был не менее приступен, чем гитлеровский. Мы поговорим об этой идее чуть позже. Вот я думаю, что такое вступительное слово задаст общую рамку нашей дискуссии. Поговорим об этом, поговорим о том, может быть, как сегодня со сменой поколений меняется культура памяти, восприятие Второй мировой войны в Европе, может быть, на постсоветском пространстве. А потом я был бы рад услышать ваши вопросы, может быть, какие-то комментарии, потому как здесь сегодня присутствуют представители очень многих стран и везде культура, историческая память и представление Второй мировой войны уникальны. Я думаю, что ваш опыт будет нам ценен, мы его с удовольствием с вами в конце обсудим. Пока я старался отвлечь вас от экрана, к нам присоединился Даниил Александрович Аникин. Добрый вечер. Я думаю, что мы можем начать нашу беседу. Я задам общий вопрос всем нашим спикерам. Вопрос этот простой. Ощущаете ли вы, коллеги, как меняются сегодня представления о Второй мировой войне? На международном уровне, на межпоколенческом уровне, какие тенденции вы бы могли в этой связи выделить как основные? Ну, Даниил Александрович, раз вы присоединились к нам в последнем, вам и первым выступать. Спасибо. То есть это такое штрафное выступление, как положено. Большое спасибо, Владимир Олегович. Я абсолютно согласен с теми словами, которые вы сказали по поводу того, что культура памяти и политика памяти меняются. И зафиксировать ее изменения мы можем с вами и даже не с 2000-х годов, а даже немного раньше, то есть уже в 90-е годы, те тенденции, о которых вы говорили, стали проявляться. Может быть, сначала не особенно отчетливо, но тем не менее уже тревожными симптомами стало то, что комиссии и организации, которые существовали во многих европейских странах после Второй мировой войны и которые были посвящены расследованию гитлеровских, немецких фашистских преступлений, они в начале 90-х годов получили такую тенденцию к переименованию. То есть в той же самой Польше, если была комиссия по расследованию не нацистских преступлений, она стала именоваться комиссией по расследованию преступлений против польского народа. И таким образом стало понятно, что поиск врага или поиск, скажем так, виновника в той ситуации, в которой страны находятся, в которой находятся страны Восточной Европы, стал немного спектр сдвигаться или расширяться. И в этот спектр как раз попал Советский Союз и его правоприемница, которая является Россией. То есть один аспект здесь, разумеется, политический, изменение отношения к войне, потому что когда мы говорим каждый раз про политику памяти, это всегда, если помните такого советского историка Покропского, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Так вот, соответственно, политика памяти – это всегда зеркало, в котором отражается настоящее. Мы подбираем те образы прошлого, которые оказываются наиболее выгодны нам здесь и сейчас. И поэтому концепция двух тоталитаризмов или двух оккупаций оказалась очень востребована странами Восточной Европы именно в той ситуации, когда один политический блок социалистически разрушился, второй, соответственно, победил в этом столкновении. И для вхождения в этот блок или заручения его лояльностью потребовалось обоснование того, какое место эти страны занимали в социалистическом лагере. И лучшим вариантом стало применение на себя образа жертвы. Жертвы сначала по отношению к нацистскому режиму, а потом по отношению к советскому. Вот этот момент показывает на то, как прошлое или образы прошлого могут меняться в соответствии с требованиями настоящего. И это вопрос не только исторический, но и вопрос политологический. Потому что когда мы пытаемся найти ответ, все-таки имеет место вот это вот два тоталитаризма или две оккупации или нет, это не вопрос в самих факторах. Это вопрос их интерпретации и в том, как мы их подводим под какую-то теоретическую модель. Поэтому здесь это тот самый узловой какой-то узел проблем, где сталкиваются интересы и историков, и политологов, и социологов, и даже, наверное, философов, потому что это такой вопрос фундаментальный. Но второй аспект, на котором хотелось бы обратить внимание, это вопрос поколенческий. То, что чем дальше мы по времени сдвигаемся от Великой Отечественной Второй мировой войны, тем меньше остается очевидцев тех событий. И тем больше влияние такой субстанции, о которой заговорила Марианна Хирш, под названием постпамять. Когда наше представление об этой войне формируется не на основании личных впечатлений, не на основании воспоминаний, передаваемых нам очевидцами этих событий, а на основании медиаобразов, которые транслируются фильмами, которые транслируются какими-то передачами, которые транслируются видеоиграми в том числе. И поэтому вот здесь каждое последующее поколение будет все в большей степени ориентироваться, к сожалению, не на источники, не на достоверную или проверенную информацию, а на те образы, которые будут максимально яркими и раскручены. Вот я бы хотел вот эти две тенденции выразить. Денис Александрович, спасибо. Я думаю, что действительно термин постпамять отражает нашу ситуацию очень хорошо. Знаю, что сейчас в России по-прежнему среди нас порядка 60 тысяч ветеранов, участников Второй мировой войны. Не знаю, возможно, если взять по миру, то эта цифра будет, может быть, больше, так сказать, в процентном соотношении, чем в российском обществе. Но, тем не менее, это капля в море. И, естественно, большинство из тех, кто относится уже к молодому поколению, к современному поколению, черпали представление о войне из учебников, скорее всего, из СМИ. Поэтому, да, термин постпамять здесь актуален. Я обращусь в этой связи к пламене. Болгария – это страна, которая имеет особую историю участия во Второй мировой войне. Это, пожалуй, единственная страна, которая, несмотря на то, что оказалась по-другую сторону фронта с Советским Союзом, долгое время не вступала в войну с ним. Война не была Болгарией, объявлена Советскому Союзу. В Болгарии бережно хранят память о советских воинах-освободителях, которые участвовали в свержении вместе с болгарскими патриотами нацистского, ну, профашистского режима. Болгария гордится тем, что там не было Холокоста, и количество евреев за время войны даже немного увеличилось по сравнению с двоенным временем. Вот как болгары, молодые люди, сохраняют эту память? Пламена, пожалуйста. Спасибо вам. На първое место я хочу сказать... Простите, извините, я не умею говорить хороше в руски. Простите, надеялся, что вы поменяете меня. Для меня большая чест с Бътнетен форум и принят участие в дискуссии историческа пьяната в Второ-мировой войне в съвременно и мире. Не хотелось бы сказать несколько слов об использовании и злоупотреблении из памяти исторических международных отношений, так как именно с нас, молодых людей, и надо начиняться перемена. Мы должны переосмисливать историю, а не перенаписават ее. Мы и ест те, которые обязаны положить кънец манипулациям, исторически фактов, политизация исторических периодов и события и борят се за правда, за историческа истина. Это было уже сказано и за фактът, что прошлое, создаят настоящие, а настоящие являет се фундаментом наше бъдеще, очень часта память и история становят с обекта манипулации. Известно, немало случаев, злоупотребления, разными техниками, социални манипулации. В результате наблюдатся фобии по отношение към целым нациям и народам. Например, в Македонии существуют българофобии, которые пътаят, съзимствават историю и приписават исторически събитии. В Румъния и Польша – русофобии, в Харватии – сербофобии. Фобия предполагает образ врага и объединение людей вокруг ниво со страха. Через нея интерпретируют прошлое и настоящее. Само яркият пример датируят современни халадна и войни и обявление Съветскава Съюза, империя и зла. Одним из самък заблуждения и изкажения фактов являяться именно и вторая мировая война. В Евроатлантическо мишление битуят убеждение, що война въиграно Айзенхауру и Черчилем. Западо удобно скриваят факт, що Съветска Съюз дает 95% изжертв Алянса, но нам не зря забават как русские въиграли вторая мировая война в Европе. Недостойно отрицат решающую победу Красная армия и вклад в епохалния събитие. Если не било ден победа, то и дня Европа не било би. Прежния и теперешния събития взимосвязани. Нынешния Европейски Съюз създан на руинах Второ мировой войне. Сиводня основния проблема заключается в том, що чрез юридическами и политическами документами меняются исторически факти. Например, в декларации о 75-летие окончание Второй мировой войни подписано министрами иностраннах дел США, Чешка и републики, Естония, Венгрия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия, в том числе, съжаление, България, говори ци о събития, катое привели къв Второ мировой войне и в резултат къв раздел Европа. Затем маи, как политическа сила, отреагировали и заявили, че при Съединение Българии към такив документам не дължно основатся на лично понимание министра или депутата Европарламента. България не должна заниматься съмнителни документами, позоряща ми историо. Другой пример, Резолюция Европейска в парламента от 2019 г. о важности европейска и историческа памяти для бъдеща в Европа. В нем указаваето, що Втора мировая война начала се как прияма и резултат пакта о ненападении между нацистка и Германия и Съветскам Съюза, известен как Пакт Молотова-Риббентропа. Уетих действия и е свои економически аспекти, конечно. И последний пример продължение санкции на Россия, котре должны бъд заключаться на 1 января 2021 год, но сей час приняло се решение, що они продължат более 6 месецов. И ето резултат политизации, а не интерпретации в исторически събития. Битва идёт на политическа арене, а не на исторически, как уже наши първи колега, каторъй Гаварил, сказал «Для това използватся територии постсоветски государства. В одних случаев с помощ властей, в других сих в неутралитетам, в независимости от настроение населения и по пътък противодействия. Ети действия не могат бъд опровергнут историческими фактами. Бълшинство знаят Бълшинство знаят историо. Те, като манипулируят фактами, тоже знаят их. Но они политическо ми привержени. Это правна либерална партия, у каторъх нет причин существоват без образа върага. Это идеологическо отягущение, политическо зависимое люди. Они манипулируют событиями и то не очень одачно. И здесь мы должны спросить себя, закончила ли се холодная война? Учитывает, что почти все договори о разоръжении разтробнать. Последний пример является договор о ракетах средних и малой дялности. Доктор Зайчка компенсирует нехватку знаний русского языка большой горячей любовью к России. Я знаю, что как раз таки альтернатива за болгарское возрождение, партия, которую она представляет, очень активно участвует как раз в мероприятиях сохранения памятников советским войнам на территории Болгарии. Но я обратил бы внимание на тот момент, о котором Пламена сказал, и я повторю его для наших коллег. Действительно есть очевидные факты приравнивания Советского Союза и советского строя к нацистскому строю. История эта не нова. Уже практически сразу после поражения Германии некоторая часть немецких историков реваншистского толка начала искать пути не проработки прошлого, а конструирование образа Германии и ее истории, который бы позволил снять бремя исторической вины с немецкого народа. Одним из самых простых путей размывания исторической вины стала концепция, которую предложил немецкий историк Гернст Нольте. Он говорил о общеевропейской гражданской войне. Общеевропейская гражданская война в понимании Нольте началась с революции в России, которая якобы стала причиной встречной волны террора уже со стороны национал-социалистов. То есть, иными словами, национал-социалистическая диктатура Гитлера, возникшая в Германии, стала следствием и ответом на волну революционных выступлений левых сил, спровоцированную Советским Союзом. Таким образом, с точки зрения Нольте, немецкий национал-социализм внес даже в какой-то степени позитивное начало, поскольку противостоял вот как раз такой экспансии со стороны Совета. Естественно, это был такой немножко завуалированный пересказ нацистской пропаганды периода как раз-таки Второй мировой войны. Но он был воспринят и в немецком обществе развернулся целый спор историков. Спор историков закрепился как такой историографический термин, как понятие, потому что очень многие немецкие интеллектуалы выступили против. И казалось бы, что концепция ноль опровергнута. Это опровергнута идея того, что немецкий нацизм равен или даже немножко лучше, чем советский тоталитаризм, сталинский тоталитаризм. Вместе с тем уже начиная с 2000-х годов эта концепция, которая стала, как заметил Данил Александрович, удобно прибалтийским странам, удобно странам центральной Европы некоторым политическим силам в этих странах. Естественно, не большинство их граждан, которые хорошо помнят освобождение своих народов. Но вот ряду элит эта концепция стала удобна и на европейском, общеевропейском уровне мы сейчас наблюдаем ее некоторый ренессанс. Я бы попросил Антона Вячеславовича Комплеева сказать несколько слов о вот этой концепции двух тоталитаризмов, о том, как ее воспринимать, что она значит для нас, что она значит для будущего. Спасибо, Владимир Олегович, уважаемые коллеги, уважаемые участники летней школы. Ну, я хотел бы вначале несколько слов в продолжении то, о чем говорил Данилай Александрович, говорил о Пламене. То есть, действительно, говоря о современной памяти о Второй мировой войне в Европе и мире, действительно, мы переживаем сейчас очень такой сложный период, когда идет ломка трансформации устоявшихся представлений, и, действительно, к сожалению, увы, это имеет не только поколенческий момент, о котором говорил Данил Александрович, но он подчеркнул то, что этот процесс в значительной степени политизирован, и Пламена привела целый ряд очень ярких примеров того, как происходил этот процесс. Но Пламен упомянул, что по сути ряд исследователей говорят о том, что по сути идет новая холодная война, и история в какой-то степени становится заложником этой войны. Мы постоянно пытались в наших выступлениях, наших сегодняшних спикеров, найти тот момент, когда же началось искажение событий, представления об истории Второй мировой войны, когда же ее начали политизировать, а на самом деле ее начали политизировать в момент, когда война еще шла, и сразу после ее завершения. Наверное, одним из таких ярких первых документов вот такой холодной войны на историческом поприще стали, опять же, говорили мы о оценках, обвинениях со сложившейся концепции двух тоталитарных режимов, двух оккупаций, и, соответственно, сейчас активно идет во многих европейских странах идет дискурс о ответственности двух тоталитарных режимов за развязывание Второй мировой войны. Этот концепт появился сразу после окончания этой войны, и автором были американские дипломаты, американские исследователи, которые в 1947 году выпустили достаточно знаменитую книгу нацистско-советские отношения 1939-1941 года. Этот сборник документов стал, по сути, первым таким пробным шаром, первым выстрелом вот этой холодной войны на историческом фронте, очень четко расставив акценты, обвиняя Советский Союз в ставе его на одну доску с Германией в развязывании Второй мировой войны, по сути, перекладывая мостик на события послевоенного мира, оказывая, что Советским Союзом нельзя сотрудничать, ему нельзя доверять, и, соответственно, осуществляя идеологическую подготовку вот этой самой холодной войны. В итоге, опять же, Владимир Олегович говорил о том, о неком ренессансе, концепции Эрстонольта в современном мире, что, по сути, проиграв тогда Хабермасу, его другим немецким интеллектуалам тогда, в 80-е годы, по сути, мы видим, что концепция Нольте ползучий, но побеждает в современной Европе, к сожалению. Вот то же самое можно сказать и об этих идеях по уравниванию ответственности за развязывание Второй мировой войны на Германию и Советский Союз и полное обеление других участников международных отношений того периода времени. Сейчас, по сути, если тогда в конце 40-х годов с этим подходом не соглашались абсолютно подавляющее большинство исследователей и специалистов, причем не только в Советском Союзе, в Восточной Европе, но и в самих Соединенных Штатах Америки и Великобритании, то сейчас мы видим, что в общественном сознании уже, по сути, сформирован вот этот миф, сформирован этот подход об ответственности Советского Союза и Германии за развязывание Второй мировой войны. Что касается концепции двух тоталитаризмов, то действительно мы здесь выходим на более широкую тему, которая связана не только с событиями Второй мировой войны, но опять же Владимир Олегович достаточно подробно рассказал про то, какой вклад в укреплении, в формировании этого мифа сыграли немецкие исследователи, в частности ревизионисты и прежде всего Эрнст Нольта с его концепцией. Вот поэтому я бы к этому пожалуй добавил бы только то, что все-таки в современном политологическом сообществе концепция тоталитарных режимов, концепция тоталитаризма, она не поддерживается, не разделяется значительной частью политологического сообщества. сам по себе этот концепт достаточно умозрителен и притекуется со стороны многих. Сейчас уже термин тоталитаризма, концепт тоталитаризма все реже используется в политологическом, в научном сообществе. Это уже по сути идеологический штамп и предмет той самой политики, формирования мифов об истории, о котором мы говорим. Как раз Антон Вячеславович вышел на тему равенства ответственности в развязывании Второй мировой войны. Я думаю, что можно уделить этому чуть более подробное внимание. Я опять же предполагаю, что общая конва событий всем нашим участникам известна, об этом много говорили предыдущие спикеры. Я думаю, что Сергей Валерьевич Кудряшов очень подробно останавливался на предыстории Второй мировой войны. Мы не будем пересказывать его лекцию. Но я бы хотел адресовать вопрос Данила Леонидовича. Как вам кажется, что можно сказать в опровержении концепции, уравнивающей ответственность Советского Союза и Германии в развязывании Второй мировой войны? Немножко с точки зрения политолога и философа. Расскажите об этом. Спасибо. Я, во-первых, обратил внимание на то, насколько часто мы даже за наше выступление, за эти прозвучавшие, употребляли термин ответственность. И мне представляется очень важным, что в этом году и президент Российской Федерации выступил со статьей как раз про ответственность. И в январе 2020 года прошло такое мероприятие «Рождественские чтения», которое проводит Русская Православная Церковь, где тоже речь шла об ответственности. Вопрос только в том, кто эту ответственность несет и перед кем эта ответственность. И здесь я бы обратил внимание, что вот эта тенденция разделения ответственности, она с одной стороны представляется достаточно закономерной, потому что чем больше исторических фактов скрывается, тем больше выясняется того, что даже в тех странах Восточной, Центральной Европы, которые позиционировали себя как жертвы нацистского режима, что они в каком-то смысле являлись и соучастниками. Я напомню вам историю с книгой Яна Гросса американского историко-польского происхождения «Соседи», где он как раз поставил вопрос о том, насколько местное население являлось, ну, скажем так, соучастником геноцида евреев процесса Холокоса. И вот это с одной стороны такое распределение ответственности на большее стран, на большее народов, такое принятие некой коллективной ответственности за произошедшее, это достаточно закономерный процесс. Вопрос в данном случае заключается в том, почему вдруг количество участников ограничивается двумя. Здесь скорее вопрос о кто и как ставит вот это ограничение и почему это ограничение проходит. Если же говорить и вы абсолютно правильно ставите вопрос, в конце концов ведь дело не в том, почему так произошло. С этим как раз все относительно понятно и мы об этом поговорили. Вопрос традиционный русский что делать? И получается, что здесь как бы возникает к сожалению два варианта. Ну казалось бы самым логичным является отстаивание исторической правды. Но проблема заключается в том, что отстаивающий правду он является всегда по сути таким обороняющимся. Он лишь отбивается от нападения, что конечно с моральной точки зрения хорошо, но не всегда эффективно. Поэтому здесь вопрос или дилемма на мой взгляд заключается в том, что поскольку вопрос не сугубо исторический, вопрос не поиска новых фактов, а вопрос политический. И соответственно урегулирование этого вопроса возможно только путем достижения новых политических договоренностей, если можно так выразиться новой Ялты, которая позволит подтвердить существующий статус держав, гарантов безопасности в мире, но может быть расширить этот состав за счет новых политических акторов, появившихся со времен Второй мировой войны. Поэтому мне кажется, что вот здесь вопрос заключается, то есть решение вопроса, к сожалению, для историков лежит не в плоскости истории. То есть вопрос не в поиске какого-то нового факта или в его продвижении, о котором раньше не знали. Все эти факты достаточно известны. вопрос просто в том, что они игнорируются. А это означает, что решение плоскости политики. Вот такой взгляд, может быть, не очень утешительный вердикт хотелось предложить. Ну, я с огромным удовольствием хочу, уважаемые коллеги, представить вам Арана Ильича Шнейра, нашего израильского коллегу, историка, много лет проработавшего в одном из самых известных мемориальных музеев мира, Арана Ильич. Вы нас слышите? Арана Ильич на связи. Да, слышу. Да, отлично. Я немножко завершаю мысль Данила Александровича, высказанную о том, что делать ничего историкам не остается, кроме как следовать в русле проложенном политиками. хотел бы немножко возразить. Иногда политики подсказывают историкам, и очень дельно. Я приведу в пример распоряжение президента России Владимира Владимировича Путина о создании крупнейшего в мире комплекса документов, кино, фото документов по истории Второй мировой войны. Завтра будет выступать председатель правления Российского исторического общества Константин Ильич. Возможно, он более подробно об этом расскажет. Сейчас ведется работа по отбору материалов, их размещению в открытом доступе. То есть, по крайней мере, у нас будет, да не только у нас, у граждан всех стран мира будет возможность обратиться к источникам, опираясь на них, сформировать собственную картину, собственные представления о прошлом. Это, на мой взгляд, очень важно. Ну и, конечно, поскольку, Арненович, мы уже достаточно далеко ушли, я не стану задавать вам первый вопрос, который адресовал всем участникам, но спрошу, вот как вы оцениваете ситуацию в сфере памяти о Второй мировой войне, Второй мировой войне в мире сейчас, и какие рецепты вы бы могли с высоты своего опыта предложить для того, чтобы диалог о прошлом проходил более гармонично и обогащал нас? Ну, проблема памяти осложняется политическим восприятием именно отношения к Второй мировой и Великой Отечественной войне. И Великой Отечественной войне. Практически, я думаю, это определяется всеми предшествующими страницами истории и политики, потому что у каждого народа и у каждого государства своя, в общем-то, историческая память. И отношение к последствиям вот этой истории, политики, войны у народов и у стран как бывшего социалистического лагеря, так и у тех, кто входил в состав Советского когда-то Союза, в общем-то, различно на сегодняшний день. И, пожалуй, единственное, что объединяет, это на постсоветском пространстве в первую очередь. Это, конечно, свидетельство тому, это бессмертный пол, причем, независимо от разных политических взглядов, я уверен, так, на постсоветском пространстве и за пределами сегодняшней России во всем мире эти акции проходят, но какие рецепты, рецепты изучения истории, изучения истории, стремления быть объективным, умение делать выводы собственных ошибок, из собственного опыта и стремиться быть объективными. И, может быть, я вот вижу, с удовольствием приветствую коллегу из Болгарии, в которой я был и мне чрезвычайно, в общем-то, нравится эта страна, я был еще и в то самое советское время, когда отношение к этому было, к памяти, к войне, было, в общем-то, и к памяти, можем говорить так, о России, которая приняла участие в освобождении Болгарии от турецкого ига, меня в свое время чрезвычайно потрясло. Вот это тот пример, как надо относиться, несмотря на то, что будем говорить, Болгария дважды оказывалась по другую сторону, что называется баррикад в отношении с Россией и Советским Союзом в ходе Первой и Второй мировой войны, но тем не менее память о том добром, хорошем прошлом, что сближало и по сегодняшний день хранится в Болгарии. Меня это тогда поразило просто, да, улицы, название русских генералов и храм гигантский, проспект Скобелева, Шибко и прочее, прочее. Так вот, надо искать, мне кажется, то, что сближает, а не разъединяет. В этом самое главное может быть урок всего предшествующего, всей предшествующей в общем-то всего этого времени. И даже когда мы говорим о трагедиях войны, помня о прошлом, говоря об этой трагедии вслух, извлекая уроки, извлекать уроки должна как одна, так и другая страна, причем вслух говорить о том, что, увы, порой позорно, в истории каждого народа есть такие ситуации, но еще раз повторяю, надо говорить о том, что сближает. Только так можно двигаться, мне кажется, в будущее. Арнелий Ильич, спасибо. Вы так очень точными своими словами закольцовываете нашу дискуссию, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Собственно, идея того, что не стоит скрывать темные страницы своего прошлого, наоборот, желательно их осмыслить и извлекая уроки, быть открытыми к диалогу, мне кажется, один из рецептов того, чтобы память о Второй мировой войне не была постпамятью, а была нашим общим таким культурным багажом, нашим фундаментом, на котором мы могли бы строить мирное будущее. сейчас я вижу, что у нас осталось 10 минут и, возможно, у кого-то в зале появились вопросы, которые мы будем распределять между нашими спикерами. Вот, я давайте начну по рядам, вот, девушка, пожалуйста, какой у вас вопрос. Представьтесь. Василий. Меня зовут Анастаса Кулаева, я студентка первого вопроса. И, если мы не говорим про решение, второго голоса, то есть, вы знаете, потому что он сейчас по указу Путина и так далее для того, чтобы сохранить это. Но вы не думаете ли, что таким образом мы, наоборот, отбираем что-то, что можно было бы показать вообще другим народам? Наоборот же, тогда происходит процесс разъединения, а не сближения, если идет такой отбор. Типа, мы не показываем то, что есть вообще, а вот именно отбираем то, что нужно показать. Это ли не разъединяет? Я, наверное, не до конца точно выразился. Речь идет об архивных документах. То есть, как вы знаете, для того, чтобы попасть в российский архив, получить документы, нужно быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет. А тут, так сказать, будет возможность получить доступ к документам, которые хранятся в том числе и в зарубежных странах. То есть, наши российские историки поедут к своим коллегам за рубеж, вместе с ними выберут наиболее значимые документы по Второй мировой войне, по этой теме, отсканируют их по договоренности и будет создан один общий портал, по крайней мере, так это представляется, на котором все эти документы будут размещены в открытом доступе, никому не нужно будет никуда ехать, их доступность повысится. Вот мне кажется, что такие проекты, они реализуются не только в России, они реализуются, вот в частности, в Финляндии есть замечательный проект, который коллеги сделали, это перечень всех погибших в финских концентрационных лагерях в годы войны, вот в Карелии на оккупированной территории, ведь все эти списки в открытом доступе, и не нужно, так сказать, лишний раз с кем-то спорить, можно открыть этот портал и переться на подлинные документы, вот, и сформировать объективную картину доступности этого портала всем участникам, всем заинтересованным лицам, сделает этот диалог, ну, равноправным. Речь именно об этом, не о том, чтобы отбирать с целью скрытия, а наоборот, с тем, чтобы собрать большой багаж документов и сделать его общедоступным, переведя на разные языки, вот в том числе на русский, если это документы иностранные, наоборот, на иностранные языки, с тем, чтобы наши иностранные друзья могли познакомиться с российскими документами, с фондами российских архивов. Вот об этом я говорю, вот такой хороший архивный дипломатий. Да, был вопрос, еще, так сказать, вот молодой человек на третьей партии. Сейчас я попрошу, наверное, кого-то из коллег ответить, чтобы не только меня. Всем спасибо. Господин Заяшко, как и время этого, Софья? Всегда доброе. Так, давайте на русском. Кстати, я хотел подтвердить слова Владимира Олеговича, что пламена Заяшко, я смотрел его выступления в болгарских СМИ, она и правда является хорошим экспертом, своей специальности. У меня один комментарий, один вопрос. Комментарий к Арону Ильичу. Он говорил, то, что нам все-таки нужно искать то, что нас объединяет, не разъединяет. Ну, когда он говорил про Болгарию, ну, я не вижу то, что нас на самом деле разъединяет. Давайте вспомним 44-й год, Дунай, советская армия, болгарский народ встречается Яску армию, клевом и солью. Вопрос такой, он может быть больше, ну, ко всем, но посту чатит тот, кто хочет. Он такой политологический, сейчас идет формирование инициативы трех морей. Это, ну, объясняется то, что это якобы экономический проект, который имеет цель развивать только восточно-европейские страны в экономической и энергетической сферах, однако, имеет ли возможность этот проект превратиться в военном и имеет ли возможность усилить русофобские настроения в странах Восточной Европы? И еще по нему, я хочу сказать, передайте, пожалуйста, привет красивой Софии. Ну, вопрос, конечно, действительно не совсем исторический, но, может быть, коллеги, кто-то готов ответить? Если позволите, пару слов скажу по поводу вот этой инициативы трех морей. Ну, дело в том, что этот проект, ну, если посмотреть, по крайней мере, на то, что мы сейчас знаем о нем, тут конфигурация, которая предлагается, это, по сути, возвращение к известному проекту Трюморья, Триморья, который существовал в Польше, собственно, еще в 30-е годы, даже по составу стран. Но, конечно, я думаю, что все-таки именно в таком формате, как он тогда планировался, он уже явно не состоится, вот, поэтому, как бы, вопрос, если обращаться к какой-то политике памяти, то есть, если предполагать, будет ли у этого проекта какое-то историческое измерение, ну, вот, можно только сказать, что будет любопытно посмотреть, будет ли он апеллировать каким-то предшествующим проектом, будет ли он выстроить какую-то свою концепцию прошлого, общего для этих стран. Но, мне кажется, попытка создания какой-то общей европейской истории предпринималась в те же самые 80-е и 90-е годы была попытка построения хотя бы такой космополитической истории, хотя бы европейской истории. Но вот тогда это натолкнулось на противоречие между странами. Вот удастся ли сейчас, 30 лет спустя, попытаться аналогичный проект сделать, ну, мне кажется, пока предпосылки для этого не соврели. Вот можно продолжить действительно мысль Даниила. Мне она на самом деле понравилась. И вот таким образом еще сказать, что единство вот этих стран, не просто этих стран, говоря и о Восточной Европе, мы на самом деле все в одной лодке. Это как многовесельное, может быть, каноа. И только вот если общие усилия, мы можем двигаться вот в правильном направлении. И это будет зависеть на самом деле только от нас. Это действительно так. Но как это сделать, как достичь этой цели, это действительно вопрос. Коллеги, я видел еще вопрос. Да, Владимир, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Билфред Рисанон, студент третьего курса Института Международного отношения Казанского Федерального Университета. И у меня две вопроса. Первый вопрос немного философческий, а второй немного исторический тоже. Первый вопрос вопрос, когда преподаватель Данил Аник объяснил, что история, когда мы объясняем историю, мы должны пытаться сохранить исторические факты, исторические правды, но когда Владимир Олегович говорит, что история это не норма, я что-то не понимаю, я хочу, чтобы мне больше объясните это. Я с вашего позволения отвечу на этот вопрос сразу, просто поскольку наверное недостаточно отчетливо позицию свою выразил, я никогда не говорил, что история это не норма, я просто говорил, что существует два вида знаний о прошлом, я с этого знание оно безусловно очень важно, оно является для нас таким базовым, фундаментальным, но параллельно большинство людей, кто не является профессиональными историками, также обладают знанием о прошлом, и это знание образуется спонтанно под влиянием когда школы, когда сообщений СМИ, когда интернета, когда каких-то семейных рассказов о предании, и очень хорошо, когда вот это спонтанное знание, память о прошлом человека непрофессионального может быть скорректировано профессиональными историками, но зачастую бывает, что человек, задавая вопросы о прошлом, не находит на них ответы, а может быть даже находит ответы ложные, вот, здесь мы должны очень четко различать профессиональное историческое знание и стремиться к нему, и другое знание о прошлом, которое существует в самых разных формах, но является фактом нашей жизни, и мы от этого никуда не уйдем. Вот об этом я хотел сказать в самом начале. спасибо большое второе вопрос, наш тема это историческая память о Второй мировой войне, и на современном мире статус участие африканских попробую ответить на этот вопрос, тогда не определялся статус африканских стран, большинство которых были колониями, их самостоятельностью, а именно странами, которые были хозяевами этих территорий, и практически проходила мобилизация нужных в общем-то живой силы в ту или иную страну, когда речь идет и о Франции, Франции, которая еще до 40-го года, до ее разговора, понятно, встречались и колониальные части, части, сформированные из населения тех колоний, которыми владела Франция. То же самое имело место, в общем-то, и когда мы говорим об английских войсках, об их участии во Второй мировой войне. Это не было самостоятельным рецепт. В ее составе были не только африканские, мы знаем, представители африканских народов, но из Океани и так далее, и так далее. В общем-то, вся колониальная система использовала, вернее, метрополия использовала все свои возможности, используя живую силу своих, в общем-то, колоний. Хотя внутренние политические движения имели место, зарождающиеся или нет, имели разновекторное политическое направление, и не всегда, в общем-то, готовы были сотрудничать со своими метрополиями. Вспомним, допустим, не касается в Африке, с Африкой в данном случае никуда менее известно, чем даже арабский восток, арабская часть севера Африки, будем говорить. Но, например, в Индии существовало и профашистское движение, потому что сливалось идея об освобождении Индии от английского владычества. Тут достаточно сложные есть моменты, но, во всяком случае, представители африканских стран, африканских народов в составе стран антигитлеровской коалиции принимали участие. Это, я думаю, общеизвестный факт. Мои коллеги, если знают больше, спасибо большое, могут дополнить с удовольствием. Если можно, можно пару слов буквально в дополнение о чем говорил Арон Ильич. У нас в России достаточно в советское время хорошая школа африканистики, и в середине 90-х как раз у нас вышел двухтомник, сборник документов Африка во Второй мировой войне. Действительно, прежде всего материалы концентрировались вокруг того, о чем говорил Арон Ильич, вокруг держав метрополий и того, как они использовали ресурсы, людские ресурсы, материальные ресурсы Африки для решения собственных задач. Я хотел бы обратить внимание еще на такой момент. В последнее время мы очень часто видим определенную дискуссию, определенный такой национальный подход в оценках начала Второй мировой войны. Я думаю, всем вам известно позиция Китайской народной республики об таком особом статусе Японо-Китайской войны и начало этой войны в 1937 году попытка ассоциировать начало Второй мировой войны, связать начало общей Второй мировой войны с началом Японо-Китайской войны. В этой связи хотелось бы отметить, что если мы говорим о европейском кризисе, о Второй мировой войне, начавшейся в Европе, как традиционно мы считаем с сентября 1939 года, все-таки предвоенный дипломатический кризис, один из важных этапов, это были события в Африке, это было начало итальянской агрессии, итальянского захвата Абиссинии, Эфиопии, и с этого момента начинается обострение отношений Италии с Англией, с Великобританией, с Францией, и во многом этот предвоенный кризис в Европе с 1935 года уже приобретает характер такого снежного кома. И в какой-то степени можно говорить о том, что события на африканской земле тоже сыграли очень важную роль в этом процессе. Антон Вячеславович, буквально с языка у меня снял этот пример итало-эфиопской войны 1936-1937 годов, 1935-1936, извините, когда действительно было встречено итальянцами такое ожесточенное сопротивление. И действительно, если мы откажемся от европоцентризма и посмотрим на картину шире, то обратим внимание, как во второй половине 30-х годов распределялись силы. Советский Союз был единственной страной Европы на тот момент, который противостоял фашизму, фашистскому блоку, странам оси, неслучайно был заключен именно антикоминтерновский пакт, направленный против Советского Союза. Война тогда шла в Испании, где Советский Союз поддерживал республиканцев. Война шла на Дальнем Востоке, где Советский Союз поддерживал Китай. Да, это во многом снимает вопрос о том, насколько равна ответственность Советского Союза и нацистской германии за развязывание Второй мировой войны. Я думаю, что при такой постановке вопроса мы не можем вообще говорить об этом. Был еще один вопрос, даже несколько, но мы, конечно, вышли уже за рамки. Я предлагаю давать еще два вопроса, и на этом мы завершим. Девушка, пожалуйста. Да, спасибо большое за вашу дискуссию, за такой интересный формат. Действительно, благодаря тому, что мы можем услышать мнения различных экспертов с большой буквы, мы можем составить определенное объективное мнение относительно данного вопроса, который мы сегодня обсудили. И вот у меня возник вопрос еще с середины дискуссии относительно роли участия Советского Союза, а точнее ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны. И вот такой у меня вопрос. По каким критериям вообще определяется степень, скажем так, сейчас, секундочку, определяется степень влиятельности на победу во Второй мировой войне. Допустим, если критерий жертвенности, количество жертв, то возникает следующий вопрос. Почему, например, страны Европы, страны Запада, и не только страны Запада в том числе, определили то, что Советский Союз все-таки в какой-то степени вложил не такой сильный вклад в Вторую мировую войну, а точнее в ее победу, а вложил больше вклад именно в развязывание этой войны. То есть, какие критерии Советский Союз причисляют и приравнивают к Национальной Германии? Спасибо за вопрос и за ответ тоже. Извините, можно я отвечу буквально действительно словами нашего израильского профессора лауреата государственной премии Бауэра. Он, может быть, он сам историк профессиональный, участник восстания в Варшавском гетто был. Так вот, он сказал, оценивая события начала войны совершенно точно, Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, а не Советский Союз. И ответственность за убитых в Европе 35 миллионов человек, среди которых 29 миллионов неевреев, несет нацистская Германия, а не Сталин. Вот в этом очень точная, конкретная, мне кажется, тоже оценка, что как раз и связывает сегодня позицию Израиля и России в оценке событий Второй мировой войны, что далеко, к сожалению, не свойственно очень многим странам. Такая позиция сегодня, в общем-то, как-то вырывается из общего положения, состояния, взгляда на начало Второй мировой войны. Но вот это нас сближает, и это важно. И еще одно, когда в январе этого года в Израиле проходил в Ярусалиме форум, посвященный Холокосту, 75-летию освобождения Аушвица, министр иностранных дел Израиля Кац встречал в аэропорту Путина, и при встрече с ним он сказал, если говорить об историческом споре вокруг этих событий, мы, будучи людьми, которых освободили, мы знаем точно, кто нас освободил, и мы знаем историческую правду. Моя мать выжила в Аушвице благодаря Красной Армии. Вот такие вещи, то, о чем говорили тоже. И личная история переплетается с общечеловеческой, с историей Второй мировой войны. И вот люди, которым принесла свободу действительно Красная Армия, знают истинную цену и жертвам Советского Союза, мне кажется, верно оценивают эту ситуацию. Нельзя исходить, вот, когда говорили, я понял, речь шла о мифологии, истории и так далее, нельзя исходить только из мифологии. История, ощущение и правда истории складывается из личного отношения. Вот поколение, рожденное после войны, второе, первое, второе, оно ощущает это как собственную трагедию, а рожденное в 80-е и 90-е годы, это уже иное отношение, что, в общем-то, естественно, историческая память уходит, война, как некая компьютерная игра, так не должно быть. Историю надо учить и учить в школе, и отсюда идет и восприятие исторической памяти, может быть, самый главный предмет, который должен быть в школе, это история, вот как ее преподавать, опять-таки, где эти концепции зависят, в общем-то, если не от каждого из нас, то, во всяком случае, от историков в значительной степени. Я немножко дополню Арнельича одним моментом, который сегодня еще не прозвучал. Вы спросили, почему звучит концепция, приравнивающая ответственность Советского Союза и нацистскую Германию. Ну, потому что не звучит так громко другая концепция, может быть, даже более обоснованная, которая акцентирует внимание на поведении так называемых умиротворителей, стран, которые потворствовали Гитлеру, которые позволили ему аннексировать Австрию, потом разделить и аннексировать по частям Чехословакию, которые не стали противодействовать и были готовы пожертвовать и Польшей. А ради какой цели? Ради того, чтобы Гитлер все-таки дошел до советской границы и напал на Советский Союз. Эти цели были прозрачны. И этими странами были те, кто якобы являлся гарантами Версальско-Вашингтонской системы. Великобритания в первую очередь, Франция во вторую. Те страны, которые по идее должны были нести ответственность за мир в Европе. Они в ответ на это они просто разделили границы еще в Лакарно, так называемые Лакарно-Соглашения разделили границы Германии на западные границы, которые трогать нельзя, потому что за это сразу были по Германии санкции. И восточные границы, в отношении которых у Гитлера была полная свобода рук. На восток он мог двигаться как хочет. Собственно, поэтому у нацизма и была концепция освобождения жизненного пространства на востоке. Это прокладывался путь к границам Советского Союза. Об этом сейчас мало говорят, и о Мюнхенском сговоре не очень сильно слышно. Но, тем не менее, поскольку не звучит эта версия, звучат другие. А я думаю, что надо озвучивать все мнения. А уж Россия, которая заплатила огромное количество жизни и потеряла миллионы своих граждан, об этом надо говорить громче всех. Ну и оценивать эффективность по тому, сколько немецких дивизий было перемолото на Восточном фронте. Бывало так, что за день Сталинградской битвы было уничтожено больше немецких сил, чем за всю какую-то военную кампанию, которую Гитлер в 1940 году с блеском проводил в Европе. Это тоже надо помнить. Давайте последний вопрос, дорогие друзья. Я думаю, что... Здравствуйте. Я хотел сказать спасибо, что вы такие хорошие мероприятия организировали. Я просто хотел сказать Эрон Ильичу, что он сказал, в Индии было очень большое профашистское движение. Я бы... Я не сказал большая, было. Было, но я бы сказал так, что у нас было больше, скажем так, можно сотрудничать с врагом моего врага больше, чем... у нас не были фашисты или таких людей, у нас никаких отношений к убийству евреям и так далее не было. Конечно. Просто вот это хотел подчеркнуть. Спасибо. Я думаю, что вообще практику колониализма можно оценить в разрезе ее схожести с фашистской идеологией. Об этом сейчас тоже начинают говорить, но пока это громко не звучит, о том, что, казалось бы, нюрнбергский процесс поставил крест на практиках расовой дискриминации. Казалось бы, уже невозможно было после Нюрнберга судить людей по принадлежности к определенной расе. Но все равно мы знаем, что практики сегрегации сохранялись во многих странах Запада. Это, кстати, сильно отличает то, что было в это время в Советском Союзе и то, что продолжалось, в частности, в Южноафриканской республике, которая поддерживалась Соединенными Штатами активно. Может быть, кто-то из коллег хочет в заключение сказать несколько слов. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы мы что-то рассказали. Денис Александрович. Да, если позволите. Попобщите. Да, пару слов скажу. Я хотел поблагодарить бы как раз организаторов такого форума, потому что вот здесь прозвучали благодарственные слова в адрес совершения экспертов. Так вот, я бы сказал, что очень интересно услышать непосредственную реакцию, услышать вопросы, особенно которые заставляют задуматься, заставляют как-то по-новому посмотреть или для самого себя заново переформулировать те или иные вещи, которые размышляешь. Вот. И поэтому мне кажется, что такие мероприятия, где встречаются эксперты, где встречаются студенты, представляющие разные страны, это как раз то, что Арн Вич назвал поиском диалога. Именно так вот диалог и может происходить. Спасибо. Большое спасибо. Да, я думаю, что в будущем мы этот опыт учтем, в наших следующих школах будет больше диалоговых форматов, потому что такой разговор нужен, и нужен в том числе нам самим, нам, кто работает в России, в Израиле, в Болгарии, услышать тех, кто работает в Индии, работает в африканских странах. Это очень интересно, потому что тогда картина Второй мировой войны, да и прошлого в целом, предстает совершенно иной, обогащенной, многогранной. Дорогие друзья, большое вам спасибо, мы постарались уважаемые коллеги, тоже огромное вам спасибо, что присоединились вечером, всего вам доброго. Всего доброго, спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо.